О сроках наземной операции Цехал, развороте Эрдогана, о тайнах туннелей газы и атаках пропаганды на израильскую армию поговорим с нашим гостем. Это Сергей Гранткин, журналист израильского 9 канала, военный корреспондент. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Израиль решил отложить наземную операцию, чтобы США успели перебросить дополнительные системы ПО в регион. Об этом накануне сообщил Wall Street Journal. Также озвучивалась версия отсрочки из-за того, чтобы уделить больше времени переговорам по заложникам. Об этом писал Аксионс. По информации издания, США хочет, чтобы гуманитарная помощь была оказана как можно большему количеству палестинцев, а из газа смогли выехать более пяти сотен американских граждан. Издание уточняет также, что Нетаньяху скептически относятся к планам израильских военных. Что говорят об отсрочке официальной власти Израиля сегодня? Помните, у вас готовилось контрнаступление, и где-то месяц-два все говорили, вот отсрочка, вот снова не пошли, вот снова не готовы, вот уже части привезли, вот уже и западное вооружение приехало, а наступления все нет, отсрочка, отсрочка, отсрочка. Из-за лужных совершенно справедливых в своих редких выступлениях, я говорил, что нет никакой отсрочки, потому что не было никакой даты. Здесь ситуация абсолютно параллельная. А о какой срочке идет речь? Что израильское командование назначило дату наступления на прошлый понедельник, и вот уже четверг, а наступления нету? Такого нет и не было. Более того, очень многие генералы и военные специалисты говорят, что дайте спокойно армии подготовиться. Мы идем четко по своему плану. Ну вот сегодняшний пример. Сегодня ночью десантная операция, короткая, на территорию ГАЗа. Бригада Гевати, в северной части сектора зашли танки, бульдозеры, расчистили дорогу, взрывали боевые туннели Хамаса, которые, естественно, могли стать ловушкой для наших солдат, потому что план Хамаса известен хорошо. Мы заходим, передовые части уже заходят в ГАЗу, и в тыл, в спину им начинают стрелять вылезшие из туннелей боевики. Дорогу нужно зачищать, нужно проверять ее на мины, нужно проверять ее на фугасы. Собственно, смешно, что я вам это рассказываю, потому что вот раз ровно 2-3 месяца назад была ровно такая же ситуация, и украинская армия все-таки пошла в наступление, не до конца проверив, насколько я понимаю, что перед ней лежит, и, в общем, из-за этого отчасти забуксовала. У нас те же самые опасения, абсолютно те же самые. ГАЗа может стать израильским бахмутом, а может и не стать, если заранее поработает авиация, если заранее поработает разведка. На сегодняшнюю ночь уничтожено 5 бункеров с боевиками. И это хорошо видно, потому что проваливаются просто перекрестки в городе ГАЗа, и там под ними просто видны уже вот эти подземный город, подземное метро Хамаса, и такая работа ведется каждую ночь. Ну, простая статистика. Позапрошлой ночью 320 авиаундаров по ГАЗе, прошлой ночью 400 авиаундаров по ГАЗе. Нынешней ночью всего 250, но эти всего, потому что была еще и наземная операция короткая. Кроме того, подключилась артиллерия, которая всю ночь обрабатывала центральную часть сектора в районе Хан-Юнаса. И армия продолжает очень упорно готовиться. Во-первых, это тренировки постоянные. У нас недалеко от ГАЗа, относительно базы Цейлим, и все подразделения, которые стоят вдоль границы, по очереди выдергиваются, и, соответственно, проходят очень интенсивные тренировки, городской бой в первую очередь, разумеется, подземные бои. У нас есть спецподразделения, которые умеют это делать. Координация авиации, флота и сухопутных сил, что тоже очень важно, и не отработано до конца. Ну и, в конце концов, снаряжение армии. Не забывайте, призвали 360 тысяч человек. В конце концов, до сих пор не у всех, кто стоит на границе, есть керамические броники. Я уж не говорю про тактические аптечки, про средства связи, про тепловизоры. Все это теоретически где-то есть на складах, но логистика при таком количестве людей, при таком сроке подготовки, естественно, запаздывает, отстает. И поэтому наши генералы откровенно совершенно не торопят. Я вчера был на фронте, прям на передовой совсем разговаривал с офицерами. Ну, это, конечно, младший, средний офицерский состав, солдаты. Солдаты рвутся в бой, их понять можно абсолютно, да. У них мотивация, они хотят отомстить. Офицеры чуть более спокойно относятся к ситуации, чуть более взвешенно. Они разумно оценивают уровень подготовки своих подчиненных, особенно если это резервистские подразделения. Понимаете, резервисты, хоть он и ходит раз в год на сборы, ему две недели подготовки вообще не помешают, вот совершенно. Да, и с точки зрения стрельбы, и с точки зрения взаимодействия, плюс резервистские подразделения, там же все время меняется состав. Кто-то ушел, кто-то пришел, какие-то новые появились, командиры новые появились, какая-то техника новая появилась. Для того, чтобы их сыграть, сработать, нужно чуть больше времени. Вот. А журналисты, да, особенно американские этим грешат, я уж не знаю почему, они назначают дату, потом они ее отменяют, потом они пишут аналитическую статью, почему эта дата перенесена, причем обосновывают ее какими-то политическими, отчасти придуманными, отчасти существующими причинами. Ну, эти журналисты ищут информационные поводы всегда, да, для того, чтобы говорить об этой информации, о том, что происходит, но военные-то знают, нельзя врага недооценивать, и очень правильно сказали, никакой даты нет, и должна вестись планомерная подготовка. И, кстати, очень интересная информация, вы сказали сейчас о том, что была достаточно успешная боевая вылазка уже. Конечно, мы прощипываем дорогу. И вчера выступал Нитин Ягу, премьер-министр Израиля, который сказал, когда мы войдем в газ. Он не сказал, если. Он дал понять, что нам еще требуется время на подготовку. Наверняка это как-то связано с политикой, заложники, какие-то переговоры, но это в том числе связано и с тем же мирным населением газа, потому что постоянные обстрелы, постоянный тревожащий артиллерийский огонь по окраинам и северной части сектора, и центральной части сектора все-таки заставляют людей уходить. В газе, по официальным данным, 2,3 миллиона человек жил до начала войны. Реально там, наверное, около 2 миллионов, потому что палестинцы всегда занимались приписками, потому что они получали коммунитарную помощь на каждого палестинца. Это ясно, что выгодно было приписывать. Ну, допустим, там 2 миллиона человек. Миллион из них уже покинул северную часть сектора. Это, в общем, довольно много, и это здорово облегчает задачу армии, потому что можно использовать не точные ракеты, которые очень дорого стоят, а просто-напросто 155-миллилитровые артиллерийские снаряды или более грубые бомбы, которые просто разносят перекресток и попадают в туннель Хамаса, и это без того, чтобы убить большое количество мирных жителей. В Газии гибнут люди, гибнут мирные люди, и женщины, и дети. Мы это знаем. Вот вчера там страшная трагедия. Глава офиса Аль-Джазира в Газии довольно известный мужик. Потерял в результате авиаобстрела свою жену, сына, внуков и еще кого-то из Роспроизма. Одной бомбой накрыло. Он остался жив, потому что он в это время был в офисе. И понятно, что рассказывает он в своих выступлениях на Аль-Джазире. И горе этого человека можно понять. И, в общем, Израиль не занимается тем, чтобы где-то задачу убить как можно больше людей. Наоборот, старается вытеснить это мирное население и старается... Для этого тоже нужно время. Как это происходит? Северную часть сектора постоянно бомбят, постоянные артиллерийские удары. При этом с юга, вот сегодня еще один гуманитарный конвой зашел, привозят воду, продовольствие, медикаменты. ООН там развернула временные логи обеженцев. Над северной частью сектора постоянно разбрасывают листовки с призывом к местным жителям уходить, пока не поздно. И чем больше мы будем ждать, тем больше людей сумеют видеть. Нужно понимать, вот сегодня опубликовано видео с израильского беспилотника, как боевики Хамаса расстреливают мирное население, которое пытается выйти из северной части сектора. Им нужен живой щит. Они прекрасно понимают, что как только они останутся без прикрытия, и вообще не будет ограничений у израильских генералов при выборе цели, то, в общем, останется жить им очень недолго. Просто сравняют даже не с землей, а с теми самыми подземельями, где они, собственно, сейчас и прячутся. Ну и еще один, наверное, тоже очень важный момент. Это момент политический. Конечно, нельзя сбрасывать с очки тов реальные вещи. Не то, о чем пишут американские журналисты, какие-то там просьбы, угрозы. Нет, есть совершенно реальная просьба американского командования – дать им время на защиту своих объектов. Сейчас на Ближний Восток самолетами доставляют системы ПВО «Патриот» современные. Они достанутся и Израилю, но не только. У американцев около 30 баз по всему Ближнему Востоку. Это и Бахрейн, это и Объединенные Арабские Эмираты, это и Саудовская Аравия, это и Ирак на границе с Сирией и так далее. Да, можно долго перечислять. Эти базы уже подвергаются нападениям. Ясно, что как только начнется сухопутная операция, все исламисты мира, особенно в нашем регионе, активизируются, а американцы станут в мишенью. И вот это реальный аргумент, военный, вполне понятный. Американцы сказали, ребята, дайте нам хотя бы несколько дней, мы привезем нашу систему ПВО, укрепим наши базы, выведем гражданских сотрудников, а потом, пожалуйста, как бы уже в нужном ритме действуйте дальше. Но вот сейчас эти несколько дней нам нужны. Так что да, существует американское давление. Американский генерал сидит в нашем штабе оперативном и вместе с нами разрабатывает сюжеты будущей войны, планирует две эскадры американские стоят у берегов Ливана, Эзенхалвер и Форд, два авианоска, общей сложностью там самолетов больше, чем на всем остальном Ближнем Востоке. Я уж не говорю про крылатые ракеты, эсминцев сопровождения, подлодки и так далее. То есть, конечно, мы координируемся с американцами, конечно, мы учитываем их пожелания и принимаем во внимание их сроки подготовки. Но вот то, что пишут журналисты, вот я читал, до этого вчера была Нью-Йорк Таймс такая же примерно статья, это вот чистая спекуляция на политике, хочется поиграть в нее очень. Израиль, честно говоря, по-моему, вот эти 20 дней, 20-й день войны просто-напросто забыли про политику. Причем забыли не только обычные граждане, не только резервисты, не только те, кто по долгу службы как-то сталкивается с войной. Забыли даже политики, как это не смешно. У нас сформировано правительство национального единства, никто не вспоминает ни про какие-то коалиционные споры. Все взяли ответственность, Наталья Горчий рассказал, что да, я тоже виноват, я после войны отвечу, не волнуйтесь, но сейчас мне о том речь. И все, в общем, все для фронта, все для победы. Поэтому вот здесь из Израиля... Говоря о политике, да, вот президент Франции Эммануэль Макрон заявил накануне, что если Израиль согласится на масштабную наземную операцию в Газии, это будет, по его мнению, ошибкой. Да, днем ранее он призвал за действие против Хамаса международную коалицию, созданную для борьбы с террористической группировкой Исламской государства. Как вы оцениваете вот такую инициативу Макрона? Я предлагаю инопланетян пригласить на помощь. Это куда более реально, чем международная коалиция, действующая в секторе Газа. Вы знаете, Израиль же не первый раз ведет войну. Такую масштабную, да, первый раз, с такими жуткими потерями, которая началась с такой трагической ошибки и нашей армии, и нашей разведки, и наших политиков. Да, такого не было даже 50 лет назад во время войны судного дня. Но в принципе, воевать мы, во-первых, умеем, и во-вторых, мы понимаем, что такое международное давление. Ну, простой пример, 2014 год, операция «Несокрушимая скала». Два с половиной месяца мы долбаем газу, армия наша туда заходит, выходит, нас осуждает весь мир, даже штаты там угрожают прекратить поставки боеприпасов. Ну и что? Нам хватает своих боеприпасов, нам хватает внутренних резервов. Не будут штаты на это расставлять нам палки в колес, у Байдена скоро выборы, а ему проиграть третью войну подряд. Ну, я не считаю, конечно, украинскую войну проигранную, но у него там очевидные проблемы. Ну, вот если еще он у нас здесь зароется, то в ноябре он на выборы может просто-напросто не ходить, и это всем очевидно. Поэтому, как бы, того, чтобы прекратиться какая-то американская помощь, мы этого не боимся, очевидно, она не прекратится. От Европы, в общем-то, нам ничего не нужно. На самом деле, то, что просят практически слух. Наши политики, да, встречаясь с европейцами, и с Макроном, и со Штольцем, Урсул Дергаян здесь была, единственная просьба, пожалуйста, забудьте про нас на 2-3 месяца. Вот забудьте, нет нас, вот не вспоминайте. Занимайтесь своими проблемами, беженцами, а через 3 месяца мы закончим нашу операцию, и поедем по миру с мастер-классами о том, как бороться с абсолютным злом. Ну, смотрите, вот Эрдоган, как бы, забыл, да, про Израиль, говорите, забудьте о нас. Вот он забыл про Израиль, он отменил свой ЗИД, назвал Хамас освободительной организацией, да, и вот я хочу процитировать, Хамас это не террористическая организация, а освободительная организация, борющая за защиту своей земли. Израиль, Запад вам очень много должен, Турция вам ничего не должна, заявил он. Вот говорит, что у Турции нет проблем с Израилем, но вот ее не устраивает израильская политика в отношении палестинцев, поэтому все и предстоящие визиты турецких официальных лиц в Израиль были отменены. Вот накануне этого заявление Эрдоган даже с Путиным, кстати, созванивался. Эрдоган с Путиным беседует постоянно, кстати, и Натаньяго беседовал с Путиным уже после начала нашей войны, потому что есть вопросы, которые нам проще решать через Россию, например, вопрос об освобождении заложников, я напомню, что там заложены какие-то российские граждане, и со всеми главами государств, граждане которых попали в плен к Хамасу, Израиль вел переговоры. Но с Эрдоганом интересная история. Ну, во-первых, он не может сюда приехать во время войны, потому что он один из лидеров мусульманского мира, Израиль убивает мусульман, и ясно, что это вызовет негодование как в его стране, так и в соседних мусульманских странах. Но это же Ближний Восток, нужно очень четко понимать, что важно вообще, совершенно не важно, кто что говорит, очень важно, кто что делает. За день до своего выступления Эрдоган депортировал Смайла Ханнею из Турции. Ну, не депортировал, Ханнея там не живет, он живет постоянно в Дохе, в Катаре. Попросил уехать, выгнал. И также остальных членов политического, так называемого, крыла Хамаса. Их просто депортируют из Турции сейчас, на наших глазах. Такая же операция сейчас проходит на Северном Ките, где находится одна из европейских штаб-квартир Хамаса. То есть турки, да, они делают громкие заявления, а что они могут сделать? Ну, а как? Они в мусульманском мире, да, они должны быть лидерами, а на них должны равняться. Эрдоган делает вполне понятное заявление. Но военное сотрудничество Израиля и Турции продолжается. Экономическое сотрудничество Израиля и Турции продолжается. Турция высылает Хамас, запрещает ее деятельность на своей территории. А, в общем-то, нам большего не нужно. Пускай говорит, пожалуйста, пускай ругается, сколько хочет. Намного хуже позиция Макрона, который только говорит и ничего не делает. Потому что мы его просили повлиять на Ливан, какие-то поставки туда организовать гуманитарные при условии прекращения огня по Израилю. Это было бы реальное дело. И тогда бы заявление Макрона здесь тоже пропустили мимо ушей. Но Макрон, как и положено французу, он очень любит красиво говорить, много, но делает очень мало. И еще раз повторюсь, от Европы нам очень мало что нужно, лишь бы про нас забыли на время. Буквально у нас две минуты остается эфира разговора с вами. Хотел бы задать вам вопрос. Очень интересный. Хамас более двух лет использовал телефонные линии в тоннелях под газой для планирования внезапного нападения на Израиль. Об этом CNN сообщает. И по данным разведки, небольшая ячейка боевиков Хамаса избегала компьютеров, мобильных телефонов. И общались они исключительно через сеть стационарных телефонов. И как раз вот это позволило тайно общаться друг с другом и не быть обнаруженными израильскими спецслужбами. Какие еще сюрпризы, по-вашему, могут открыться в так называемом метро «Газы»? Общая протяженность, которая в этом метро, говорят, в районе 500 километров. Я думаю, что больше, чем 100 километров. 500. А, 500, да, 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 вот это правильно. Да, я согласен. Около 500 километров, да. Ну, я не знаю. Опять же, журналисты любят разоблачать тайны, да, секреты. Я был в туннелях Хамаса, ну, которые проходили на израильскую территорию, которые обнаружили, и нас туда водили. Были журналистские туда туры. Я был в туннелях Хизбаллы, которые они пробили тоже под нашу границу. Они все одинаково построены. Там были телефоны. Естественно, кабельная связь, разумеется. Во-первых, под землей мобильники просто тупо не работают. Во-вторых, их очень просто отследительность и удар. Почему CNN решила, что два года только назад? Да нет, в 2014 году я был в таком туннеле. А в 2018 году был в таком же туннеле Хизбаллы. Никакая это не новость. Про туннели мы знаем очень хорошо, потому что они проходили на израильскую территорию. Около двух десятков из них было обнаружено. Некоторые взрывали сразу, некоторые исследовали. Внимательно изучали. Ну и, в общем, по принципу подобия мы прекрасно понимаем, как они выглядят, как они работают. Я уж не говорю про то, что в 2014 году мы заходили на территорию газа. И, собственно, это метро отчасти покрошили. Тогда было уничтожено около 100 километров туннелей. Ну вот, да. Было, по-видимому, 600 или еще прокопали. Это действительно сложная система. Там очень много всего спрятано. Но там самое главное, что большая часть туннелей заминирована, подготовлена к взрыву. И зайти туда, значит, попасть в смертельную ловушку. А не заходить нельзя, потому что в каком-то туннеле, наоборот, могут прятаться боевики или содержаться заложники. Это сложнейшая задача. Но это чисто военно-армейская задача. Я даже не скажу, не буду давать советы, как ее решать. Я думаю, что наше командование над этим ломает голову уже как минимум 20 дней. Ну и если не больше, потому что раньше тоже эта проблема стояла, и она хорошо известна. Да, нас ждет, конечно, очень много сюрпризов. Нас ждут очень тяжелые бои. Это не будет легкая прогулка. Мы это прекрасно понимаем. Но мы на это идем. Нету другого выхода. Сергей, спасибо. Спасибо вам большое за оперативную информацию, за этот интересный рассказ буквально вот с места событий. Напомню зрителям Сергея Гранкина, журналист израильского 9 канала. Военный корреспондент был с нами на связи. Будем рады, если вы еще найдете время для связи с нашим телеканалом и сможете рассказать об оперативных новостях.